Аманда Рич посетила Хабаровск и приняла участие в работе конференции I HOPE. Подробности в репортаже наших корреспондентов Александра Ким, Оксаны Ким и Дмитрия Грановского. Поклонение, исцеление и пророчество. Вот основные темы конференции I HOPE, прошедшей в городе Хабаровске в Церкви Иисуса Христа. Спикер конференции Аманда Рич. Он хочет, чтобы слово о пробуждении в России распространялось, потому что он восстанавливает надежду для вас. Он восстанавливает надежду для народа России. Она является администратором пророческого отдела в Международном доме молитвы I HOPE, а также координатор отдела миссии для русскоговорящих народов. Еще в молодом возрасте Аманда в буквальном смысле влюбилась в Россию и посвятила свою жизнь ходатайству за пробуждение в этой стране. Это мой первый визит в Хабаровск. На Дальнем Востоке я была 8 лет назад. В этот раз я снова испытываю чувство, что Бог принесет пробуждение сюда. И мне нравится, что сердца людей открыты и голодны для познания Бога и Его Царства. Служения исцеления и пророчества проходили по-особенному. Сначала слово и учение, а затем практика. Бог через эту конференцию дал нам очень много практических вещей, в которых мы можем подниматься как верующие, подниматься в силе Духа Святого и можем молиться за исцеление больных, может пророчествовать. Вот это мне очень понравилось. На отдельном служении для команд прославления Аманда поделилась учением гусли и чаши, которое разработал основатель IHOPE Майк Бикл. Это учение о взаимодействии молитвы и прославления. Схема примерно выглядит так. Ходатай задает тему молитвы, а музыканты и певцы развивают ее, высвобождая пророческие фразы. Было интересно узнать, как в команде IHOPE они взаимодействуют, молитвенники взаимодействуют с музыкантами, с вокалистами, как они движутся. И мы на практике попробовали, как это сделать, и даже что-то у нас получалось. В заключительном послании Аманда Рич вдохновляла верующих верить в пробуждение в России, напомнив всем об известных пророчествах Хадсона Тейлора и пророка Боба Джонса, которые делают акцент именно на молодежи. Она также отметила, что в церкви она переживала особенное Божье присутствие. Когда Аманда начинала славить Бога, я сразу ощущала Его присутствие. Даже когда я молилась за людей на протяжении долгого времени, Божье присутствие было настолько сильным от прославления, что мне было легко молиться. Здесь помазанная группа прославления, и они уже знают, как поклоняться. У них сердца поклонников. Александр и Оксана Ким, Дмитрий Крановский, специально для ТБН.